Как будто бы не может такой тайминговый магазин. Это безумие. Ну реально, их очень много. Они по всей хаче. Саркана Балата нигде нет. О, О, О! Я знаю одно место хоккейтов. Любой бренд. Полес! Виталик. Вот мы с тобой. Иж захвастся. Пошли огурчиком закусим. Краткий список из всего, что я сегодня съел. Шоколадное печенье, овсяный батончик сладкий, Пока-кола, кусочек шоколадки и бутерброд с гадостью какой-то. Мы долетели и сейчас забираем свои волосы с этой Турции. Последний день Миха с волосами, завтра он будет лысый. Да-да-да, все так, все так. На самом деле мы заметили, что здесь очень многие не шпрехают по-английски, по-русски, поэтому очень удобно, что компания организовала трансфер. Сейчас нас довезут прямо до кровати. Добро пожаловать в наши хоромы. Это обзор отеля. Итак, первая вещь, что нас тут встречают, это кровать. На ней можно спать, а можно и сидеть, а можно вообще не трогать ее. Двойная кровать, тут тоже можно спать вдвоем. Номер на самом деле просторный до невероятности. Можно еще какой-то бизнес-ланч устраивать. Смотрите, и в шахматы на столе поиграть, даже доска не нужна. Три бутонки воды сходу. Захотел пить, приехал с жажды уставший самолета. С кайфом. Самая важная вещь в этом номере. Бадуар. Это кто? А, ну вот, здесь можно сесть и рыльник свой накрасить нормально. Телепуктер, пожалуйста. А что? А, кладовка. Вот это вообще. Бам. Тут прям можно еще одного человека оставить пожить. Номер замечательный. Нам тут оплатили проживание на два дня, получается. Завтра операция, 8 часов утра. Скажи пока свои чувства перед операцией. Какие чувства? Жила, прикладывайся. Да зачем? Ну, ложись, порассказываешь про свои чувства. Вот так. С чем я ее? Я не знаю. Пошли тебе покажем срай. Туалет, в смысле. Так. Могу. Могу, Саната. Тут можно, кстати, если на туалете сидишь, и вот кто-то случайно ворвался, то, в принципе, тебя не сразу будет заметно. Ну, куда-то сможешь попасть. Залежали, и ты такой. Фен-соуп, это у нас мыло предоставлено. Это предоставлено. Фен-соуп. Фен, что вы там предоставлено? Тут предоставлено гель для душа, гель для головы, ну, то есть шампунь. Сидишь ты на туалете, думаешь? Ну, сколько можно тут уже ждать, сидеть, пока оно там все закончится, правильно? Сял телефон. Пик-пик-пик. Здравствуйте, еще вы музеем не занимаетесь? Я его сейчас какаю. Мне нравится это дело, у вас так приятно какать в номере. Да-да-да, вы тоже какаете? Кнопочку, бас. Отель Мия Берре Хотел. Я никогда не думаю о будущее. Оно придет совсем скоро. Это Анастасия Эйнштейн. Так что не переключайтесь. Не переключайтесь и через секунду... Насколько это все больно и насколько анастезия убирает ощущение того, что у тебя копаются там, в принципе? Больно будет где-то первые 10 минут, когда будет вводить вам анастезию. Потом под действием анастезии, в принципе, вы не будете ничего чувствовать. Как долго ждать, чтобы выросли первые волосы? Первые волосы у вас будет результат через полгода. А полный результат будет через год. Как это все будет проходить? То есть спать нужно, наверное, на лице, я так понимаю? Перевязка будет только первую ночь. У вас спать надо будет как-то полусидя. Потому что на лице вы тоже спать не сможете, у вас волосы будут весь пересаженные. Пока Михаил делает операцию, мы решили подняться на спуск длиной 1 километр просто в магазин за водой. Навигатор сказал, что мы будем это делать 8 минут. Прошло уже, наверное, 20. Если тут все расстояния... Город на горе. Ну ты показала это? Неясно, это не понятно. Неясно, но спуск вот такой вот, вот так. Машина вот так прям стоит. Так в целом все замечательно. Выпить еще водички, в принципе? Да, да. Минус телефон. Да, все, все окей. Вот так. Вот так. У вас сейчас чувствительность повышена, главное. Чуть необычное ощущение. Я считаю, что не стоит откладывать как минимум потому, что 25-24 года это актуально как никогда. Мы вкусом три пире на все. Ух-ху-ху-ху-ху. Едем в такси, поселительного отеля. Встречают по одежке нас как бы семья Артема, приедет мама. Небольшой паскриптум. Мне кажется, мы разобьемся сейчас. Есть московский трафик, а есть стамбульский трафик. И вот стамбульский это Москва-экс-10. Мне кажется, нас везут убивать, немножечко подубить нас. Ну давай уже. В общем, мы заселились в квартиру новую. Да, где они не нравятся, говорит, старье. А я говорю... Ну, грех жаловаться. Ну комната, смотрите, у нас крутилка тут прям. Вообще все как надо. Не знаю, что тут вообще. Копелька переступил порог, сразу чувствую, побежала по ноге. Я думаю, показалось. Хуя, плохо. Запах немного, коты насрали, где-то видно. Вот, типа, покажи, что тут вообще происходит. Не, ну это в отзывах было. То, что воняет здесь мочой, попахивает. Тут такое было, мы намеренно на это ехали. Пишите комнату, вам покажу. Вот здесь такая песня подходит. На большом воздушном шаре. Вот комната, это гостиная. Ну слушайте, реально красиво же. Что скажете, винтаж или просто старье? Вентилятор еще, полюбуйтесь. Вентилятор, как вот этот, знаете, ну тот самый вентилятор. Как он? Тот самый вентилятор. Ну вы поняли. Произошел зацент туалета. Можно закрыться, ключ есть, чтобы просто закрыться и пердеться в день сидеть. А, еще здесь какой-то, смотрите, вот некая инсталляция. Бычок с оторванным телом. Смотри, посыл какой простой. Типа, вот это ты, ты садишься и вот такую штуку здесь оставляешь. Шкафы еще все на замок закрыты. Там, видимо, по трупу в каждом. А тут еще вот корзины какие винтажные вообще. Морозилка. Понятно. Это пахнет все. Мы сняли ретро-квартиру. Диане не нравятся. Я, видимо, не очень винтажные, очень ретро люблю. Что за гробовозка? Да убери ее. Она не лезет сюда. Вот ее ширина. Ребята, вы посмотрите, сколько здесь народа. Это просто ужас. Это... Мы обсуждаем, как эта улица называют. Мы обсуждаем... Мы идем по улице Истекляль. Очень популярная торговая улица в Истамбуле. Наверное, самая популярная и длинная. Очень много магазинов. Вот так, вот так. Ты идешь вот так постоянно. И тут курсирует, можешь показать, трамвайчик по центру улиц. А можно у тебя съесть картушку? Дрис. Полный Галата Тауэр. Мы решили прогуляться по самой знаменитой лице торговой. Someday. Посмотрели, что-то там. Дошли до Галатской башни. Обычно. Красивая, чудесная. Вечером там очень много народу. И мы это сделаем днем, скорее всего. Ну, впечатление Стамбула на второй день. Давай, кратко. На минуту, Максим. Кратко. Мы выехали. И что, было тяжело. Таксист не хотел... Нет, я вот прогулку эту. А, да. Чуть передохнули и вышли на прогулку. Да впечатление. Как вот ты вот, блядь. Вот впечатление. Вот, вот впечатление. Я прям сейчас. Мне душно, сыро. Я хочу в душ. Если вчера мы думали, что это супер грязный переход, или насыщенный жаркий город, то сегодня мы только в этом убедились. Ну, еще плюс красивых видов немножечко добавилось. Да, здесь виды. Гораздо симпатичнее головы вот у людей. Чудесное аниме. А, еще дешевая одежда. Очень сильно дешевая одежда. И серкана Балата нигде нет, если вы интересовались. Да, я знаю одно место. О, посмотрим. Мудрец с ним видел мудреца, кубец грудца, баран-барана. Отцу в нем видела отца. И обезьяну обезьяна. Есть зеркала. Да. И что такое зеркало? Это вообще какие-то... Маленькие домики по улице бегут. У мальчика и девочка домики везут. Семечки. Машины. Я железячка, вонючая, большая, как и с большими глазами насквозь моего туалета дома, потому что вот облитый, привет, медведь, велосипед. На. Мы сегодня прошли по ТЦ миллион километров. Поели в Икеа. Купили по набору рубашек. Миша, как ты себя чувствуешь? Мне хочется руки оторвать и вычинуть. Почему? Тяжелый пакет? Здесь болят. А я хочу себе этот самый... Валентиагу футболку? Валентиагу хотя бы пакет. Это вот Диана. Она из Архангельска. Я сегодня всем на 100 петель с дела. Обошла три круга вокруг торгового центра, как Юла Белка. Ничего не купила. Очень хочу сынку Валентина Юдашкина. Теперь есть мечта у меня в жизни. Пока. Пока. Я вам сейчас покажу свою ошибку за 65 лари. Лирика. Я ошиблась. Только переступил порог, сразу чувствую побежала по ноге. Думаю, показалось. Хуяк. Хуяк. Плохо. Внимание. Вот, сразу выпрыгнула. Видела? Вот. Блохи. А зачем ты нам их тут оставил? Что? Что это такое? Я закрыл дверь там, чтобы они там задохнулись и сдохли. Я после такого детства, знаете, что было? Я потом просто, когда мы их вывели, через несколько лет, я ходил постоянно и вот так. Раз и смотрю. А там блохи нет. Видела? Они на носках моих. Что? Вот это думаешь? Катышка. Ага-ага. Позор. Нет, это реально жесть. Они просто облепили мне носки. Я думал, это черные катышки. Там были блохи четыре на моих носках сидит. Может, они на голове у меня? Посвети на голову. Короче, мы пришли покормить чаек на вот это знаменитое место. Я не знаю, насколько оно знаменитое для вас. Но чаек... О, пачки! А я только что хотел сказать, что чаек нет. Но она не съела картошку. А ты долго тут стоишь? Ну, ворону кормить. Синоптики передавали дождь. А где он? Чаечкам плохо, тяжело. Примерно вот так и плохо. Они суются мертами, их очень мало. И поэтому покормить их, к сожалению, не удастся. Но очень красивые виды. Мы пришли на пляж Стамбула. Вот вам немножечко кадров с этого места. Пляж замечательный, 10 из 10 баллов. Эджимми Оливеру. Написано было в отзывах. Пляж максимально безлюдный. Очень много места, мало людей. В то же время пляж, ёпта. Я тут самовары вон свои разложили, молоко. Все как надо. Мы, Макс, нафиг все ждем свою картошку или панц. Очень долго. Мы планируем ее раздерпальник, но... Делали наш парчик. Посмотрите. Это Макдональд. Ха-ха-ха, у вас такого нет. Лохи, блин. А еще у вас нет такого. Ну, Миша, иди-ка, красивый Дэнди. Иди-ка, красивый Дэнди срочно. Нам, пожалуйста, о собаке сюда, Макс. Ой. Садись, давай. Садись уже, давай. Что говорят, что Стамбул переполнен, не понимаю. Мужчина, вкусно, 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 здорово, доедем, посмотрим, какая-то одежда может быть, там, очень интересная иногда. Мужчина, вкусно, 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 вкусно. Мужчина, ваше впечатление от шарик-бурок нутеллы? Мужчина, ваше впечатление от шарик-бурок нутеллы. У тебя уже есть. Не можно без моделлы. Просто шарик-бурок. Представляете, а я вот так мог бы работать сейчас. Вот, смотрите, вот так. Извините, а вот, получается, она не живна, капитан-агрампа? Нет. Купить, купить не думаю. Да, вот, перелазь, вот так, вот, всегда, вот, через Бор, да, да, да. А мы-то думали, мой зонт мы зря купили, а вот и нет, ребяточки. Пожалуйста, помогли двум людям добрым. Вот и настало мое время, а они с меня все смеялись, что я за Антон хожу. Ты даже не подумал, я подал. Ну, помолчи, помолчи. Я на ждала, когда уже ей предложат тысячу лир, чтобы она полезла через корабль, он туда, за этим телефоном. А у Миши просто был сон. Амбрелла, мэн. Хай, хай. Ну, никуда я нафиг. Сы, хай. Соткай меня с ними. Мы пришли на пляж. Я не купаюсь, как вы успели заметить, да, пожалуй. Короче, прошлись мы по этому острову, по Принцевому острову. Раньше, там, во времена Византийской империи, ссылали сюда принцев, неугодных императору. Поэтому, в общем-то, и назвали. А принцев тут никаких не живет, как вы могли бы подумать. Так, шопа волосам. Все нормально. Я, кстати, поэтому и не купаюсь, потому что, во-первых, нельзя на солнце. Во-вторых, ну, типа, нельзя купаться в общественных местах. Пять дней, и, в принципе, большинство ограничений будет снято. Если мне идет лысина, ставьте лайк. Плюс 10 лет точно сразу, как будто бы, да? Музыка. Черный комфорт. Музыка. Молниями. Блин, просто обидно, что, получается, мы возвращаемся в Сочи, непонятно зачем. Ну, ладно, у нас уже выбора нет. Итак, накипело. Короче, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, блох в нашем доме закачаешься. Если вы переживали, хватает. Мы первый день, первый день. Блох, ну, так, чуть-чуть, где-то две максимум. Две ровно блохи, мы насчитали их. Да, чуть-чуть покусали, все. Второй день чуть-чуть сильнее покусали. Третий день я уже охуевал. Ну, сейчас я в максимальном шоке. Сегодня, сегодня я прихожу домой. Только я захожу в свою комнату. Я сразу чувствую, что-то ползет по ноге. Я ее взял вот так вот в руку. И держу пока в одной руке одну блоху. Чувствую, вторая ползет. Это, ну, это разве нормально? Мы, честно скажем, когда зашли... О, о, о! Я сейчас просто говорю. Тупо сидела на руке нагло и слушала это все. Ты представляешь? Ты представляешь? Падла какая, скотина. Сидела на руке и слушала все. Тварь какая. Сидела в лоб, смотрела. Держи, держи, я пойду и выкину. Куда ты выкинешь? Да подержи. Ты можешь чуть-чуть смять ее в руке? Да не могу, а ее неубиваемая, она не знала? Вот, что это? Нет, это не блоха. Ты не знала? Они неубиваемые, их невозможно сломать. Пошли. У меня из всего искусали. Еще и голова лысая. Комбо просто. А мое мнение такое, что ему мерещатся, короче, все эти влоки. Ага, посмотри на мои ноги, посмотри, посмотри. Он их... И что там видно будет? Вот. Все там не видно. Уже мерещатся что-то. Он там один в комнате спит. Мерещатся призраки, домовые. Со включенным светом еще спит почему-то. Не знаю, учитывать ли это при том факте, что он один видит влог. В смысле один я тебе притык, тебе еще раз показать? Ну это не блохоблад, просто комочек. Тебе еще раз показать? Покажи мне еще раз. Хорошо, сейчас я пойду ловить их. Сегодня мы находимся в самом прекрасном месте Стамбула. Базар. Обещали вообще-то, что он будет крытый. А мне придется теперь ходить здесь с этим зонтом весь день. Где Артем? Где Артем? А может быть забудем все и спешим. У нас одна любовь и одна только жизнь. Стань моим шрамом на теле, Самой удачной потери. Мы пытаемся понять секрет этой Виктории. Там 100% есть Виктория. А я тоже говорю, что здесь свиночки щекать. Меня как-то помню в детстве в моем доме были блохи. Но там не так много было. Ну там одна какая-то дура кусала. Ага, шо, не существует? Конечно. Одна какая-то дура, помню, кусала, бывало такое. Ну это не, это безумие. Это прям все ноги, они выпьют меня завтра, до завтрашнего утра. Короче, ладно. Все, всем пока. Блох видите, убивайте. У нас челлендж. Кто первый сможет заплакать, тот выиграл. Кроссовки Nike. Настя, ты участвуешь в челлендже? Да. Надо заплакать. Кроссовки Nike, Артем должен купить мне. Планов у нас нет. Сегодня был у нас Гранд Базар. Гранд Базар нам очень понравился. Мы рекомендуем всем в первый же день ехать в Гранд Базар. Мы рекомендуем всем в первый же день. Там есть все, любой бренд за ваши деньги. Ну все, задавят, выключаем. Все, ладно. Плевать на людей, абсолютно. Плевать всем. Похер. Плевать купить это кафе по настоянию какого-то бонгера, но пили шизкейк по литву шоколаду, знаменитые. 630 лир, 800 рублей. Ну и показываем вам прекрасный вид. Артем, всего лишь 100 лир. Сокупаемся турецкими сладостями для того, чтобы просто провести вечер. Одел миллионы сладостей. Мернеладки, печенюшки, всякая такая штука. Да. Червеевик когда-нибудь видели, огромный гигантский ход. Вот сейчас будет. Вот из-за этих гадов у меня все ноги покусаны блохами. Там они лазят, а потом оттуда прыгают блохи. Вот так прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок и сука на мою кровать. Вот. Все там не видно. Что это? Нет, это не блоха. Здравствуйте. На что жалуетесь? На что жалуетесь? На блох. На кого? На блох. А что это? Представляете? Что это так с ним? Представляете? Что с ним? В районе Биоглу завелись большие гигантские блохи. Один паразитерат, второй. Две уже заползли. У меня семья сгорела из-за них. Почему? Это был праздник, только все разоселились. Мы начали вот это все как туда-сюда. Выбегают эти две блохи. Что я вам рассказываю? Посмотрите. Выбегают эти две дуры. И я их на что? От испуха. От испуха у меня. Этот свекра, который ранил на плите чековарку. Началось пожар. Все побежали. Все? Да, пока что. Хорошо. Миша споймал тебя. Две блохи. Не удержался, одну съел. Блох. С чаем. Огромные, гигантские. Мы уезжаем из замечательного Стамбула. Нам очень всем жаль. У меня накатывается слеза. И она рыдает, как не в себя. Но ничего страшного. И много... Блух. Не будем начинать сейчас. Не будем. Ну, а совсем скоро нас ждет новый город. Новое приключение. Новая лысина. И хочу лететь. Четыре с половиной часа лететь, кстати. Круто ни для кого. Для Артема особенно. Кстати, сейчас будут закидываться таблетками. Успокоительными. Посмотрим, как они подействуют. Мне прям даже интересно самому. Мы можем успеть заехать в Лаква-парк. Ням-ням. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы сейчас взлетаем. В данный момент мы едем. Странно, ведь самолет не машина. Для чего ему ездить? Он должен летать. Наверное, пилот не совсем понимает, где он находится. Кто-то пухнул только что в самолете. Представляете? В общем, мы летим не скажем куда. Мы преодолели часть путешествия. Место очень интересное. Поэтому пока вы смотрите и думаете, куда мы летим, пока можете угадывать в комментариях. Пока что мы всего лишь улетаем из Стамбула. Под грустную музыку. Субтитры сделал DimaTorzok